Ксения Елистратова преподает русский язык и литературу уже 7 лет. Учителем она трудится в 34-й школе. Девушка уверена, педагог – самая удивительная профессия на свете. К работе преподавателя Ксению готовили практически с рождения. Моя семья имеет такую определенную педагогическую историю. Моя прабабушка и бабушка являются учителями, поэтому как-то выбор уже и не стоял. Профессия выбрала меня сама, я ее выбирала. Потому что самая главная, мне кажется, составляющая успеха профессии учителя – это восхищать, удивляться и сиять каждый день, каждый час, каждую минуту. Накануне Ксения вместе с коллегами принимала участие в ежегодном форуме педработников и родительской общественности города. В Череповце было организовано 10 дискуссионных площадок на базе разных учреждений. Родители, педагоги и просто неравнодушные череповчане обсуждали проблемные вопросы в сфере образования. Причем речь шла не только о школах, но и о детских садах. Лекции, мастер-классы и круглые столы посвятили таким темам, как преемственность поколений, отец, семья, опора, безопасность ребенка и многим другим. Сегодня во Дворце Металлургов подвели итоги форума. Развитие образовательной системы города Череповца – это развитие 121 образовательного учреждения, в которых обучаются и воспитываются более 60 тысяч детей. Как я уже сказала ранее, вчера состоялся первый день работы форума, в ходе которого была проведена активная работа по рассмотрению важнейших вопросов сферы образования, выявления проблем, построения стратегических целей и формулирования задач в рамках национальных проектов. Сфера образования в Череповце действительно развивается, рассказала педагога-мэр Череповца Елена Авдеева. 65% городского бюджета текущего года выделено именно на эту сферу. Туда входит и строительство новых учреждений. Напомним, в Зашихснинском районе должна появиться школа. Кроме того, строитель возведут и дошкольные учреждения. Надеемся, что в следующем году, построив два детских садика, мы видим практически проблему Зашихснинского района с ними. В обеспеченности местами ребята в детских садах, и родители уже не будут возить детей в Заягоровский индустриальный район. Сейчас рассматривается вопрос о финансировании третьего детского сада Министерства образования. Я думаю, что это решение тоже состоится. На педагогическом форуме не только обсуждали проблемы, но и говорили об успехах. Так, Ксения Елистратова получила награду за отличную организацию итоговой аттестации по русскому языку и литературе. Учителю вручили диплом мэра и главы города. Татьяна Федянова, Сергей Павлов. Новости. Субтитры создавал DimaTorzok